Приветствую, друзья! С вами Сергей, и мы сегодня в разговорном жанре поговорим о очень важной и интересной теме. Я именно акцентрирую внимание для тех, кто досмотрит до конца, потому что в сегодняшнем видео очень многие найдут, можно сказать, себя. Очень многие люди увидят какие-то определенные ошибки того, что они делают. И иногда даже обращаясь ко мне, написав мне какое-то сообщение голосовое либо что-то, я иногда стараюсь акцентрировать на этом внимание, но не все это понимают. И сегодня мы поговорим действительно о данных вещах. Постараюсь без воды, но со своей практической частью. И, конечно, второй момент, это почему я отказался от групп и перешел в канал, и чем канал интересен, почему именно он, почему именно так, какие изменения будут в моих социальных контактах, и чем я в принципе занимаюсь, и какой профит я могу вам дать. Поэтому, досмотрев до конца, вы будете обалденные молодцы, это раз. А во-вторых, если поставите лайк и напишите свое мнение, точку зрения, в комментариях, да где угодно это видео будет, и на ютубе, и на тиктоке, и в телеграме, в инстаграме, короче, везде, где только можно, то пишите, спрашивайте, буду по возможности отвечать и раскрывать ваши конкретные кейсы. Ну и, конечно, ребят, не забывайте, что большинство в жизни многих людей проходит в телеграме, поэтому, если вы где-то увидели данное видео на джижонком канале, либо здесь, да, то обязательно, ребят, ну, у меня есть телега, она есть в многих социальных сетях, я постараюсь ее, может, даже где-то здесь написать свой телеграм, а может быть и не нужно, потому что мало ли кто хочет разобрать мою ситуацию и повесить себе. Такой ликбез на 2 минуты, вот именно он и состоял из определенной части воды. А теперь к фактам. Поехали. Наверное, самый первый факт, почему я отказался от сообществ, групп вот этого всего и перешел на канал. Объясню первый момент. Это уже, наверное, не с сегодняшнего дня выдумка и вообще решение, это уже решение может в моей голове длилось порядка месяца. Объясню почему. А раньше в детские годы, можно сказать, там, 20-30 плюс, да, нам интересно было абсолютно все. Мы во все темы лезли, все что угодно делали, двигались, зарабатывали. Я, ну, с небольшого городка провинциального, там, 45 тысяч населения, да, переехал в столицу, потом со столицы переехал в областной центр, поработал на множествах работах, там, до 30 специальностей у меня было. И я пришел в интернет. И запал этот ярый и все остальное позволило мне и достигать высоты, дотрагиваться до миллиона в моменте долларов. И позволило мне и опускаться на 100-200 долларов, ну, дохода в месяц. Все это я прошел. Почему я этот ликбез, ну, я думаю, сейчас вы поймете. И в какой-то момент времени я, ну, уехал из Белоруссии, сейчас живу на море, горы, солнышко и занимаюсь тем, чем занимаюсь. Так вот, группы это там, где люди начинают общаться. Общаться, задавать вопросы и все остальное. Но создавать группу, в которой будет чат, 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 уже нецелесообразно. Объясню почему. Потому что во многих чатах, допустим, в H7 чате пишут о таких вещах, как там, скажи мне, Сереж, пожалуйста, где сигналы там получить торговые или что-нибудь еще. Или, Сереж, слушай, там, в болталке пишут о H7, в H7 и про Xcoins. Ну, и, короче, начинается. Я решил все привязать к определенным постам, в которые есть обсуждение. И на каждый определенный пост мы можем обсуждать. То есть, если в группе ты кинул пост, его в закреп забросил, потом кто-то спрашивает, завыше тему, еще завыше. И, получается, нету одной коммуникации по общению. Следовательно, Lomaka Life, ну, старая наша группа, она переименовала, ну, логин у нее изменился, нижнее подчеркнение Old. И я ее буквально день-два я ее снесу. И под новым названием Lomaka Life, как у нас и было, я открыл свой канал. На этот канал я советую подписаться многим. Объясню почему. Первая причина. Это то, что на канале можно доносить информацию тематически. То есть, я взял какую-то тему, я донес по ней информацию, разобрал эту ситуацию. Можно даже в видео. Потом, после этого, обсуждение, где каждый может спросить за конкретно этот момент. То есть, конкретика обсуждений. Второй момент. Это сторисы. Можно делать, допустим, какие-то посты. И я бы хотел выложить в сторис, но получается, с группы я не могу кинуть сторис в Telegram по причине того, что хоть пост и написан, мне приходилось этот пост скринить туда, ссылку вставлять внизу. Это не очень удобно. Намного проще нажать на сторисы на пост и перейти посмотреть. Третий момент. Это встроенный рандомайзер. Можно разыгрывать премиум аккаунты, можно устраивать розыгрыши, подписки, как для старых, так и для новой аудитории. Поэтому в этом формате намного удобнее канал. В-четвертых, каждый пост, который на определенную тематику, будь то Robin, будь то Xcoin, будь то, допустим, Hash7, он будет закреплен, и каждый может перейти и конкретно увидеть всю информацию в обсуждениях по данному продукту или чем мы занимаемся. Я думаю, с этим понятно. Поэтому будет переделан канал. Это, ну, группа наша в канал. При этом также остается сообщество Hash7, потому что там есть и база знаний, и отзывы, и все остальное. С Hash7 мы посмотрим уже в дальнейшем. При этом вся информация, которая есть в сообществе Hash7, она дублируется у нас непосредственно в моем канале Ломакалай. Вот. Это первое. Второе, ребят, самое главное, наверное, что я хотел, ну, как бы плюшки канала и группы мы уже поняли, да? Второй момент – это то, что я начал структурировать свою аудиторию. Объясню, почему, да? Давайте на примере Hash7 разберем, да? Вы должны понимать, вот, наверное, немножко отступления от себя скажу. У меня есть три вида деятельности, которыми я занимаюсь. Первый и самый, ну, как бы основной, которым я занимаюсь – это Hash7. То есть, по факту, Hash7 – это инструмент, который позволяет зарабатывать деньги и увеличивать свой капитал. Это первое. Второе – это непосредственно разработка программного обеспечения. Мы занимаемся с командой разработкой ПО, да? На текущий момент мы ведем разработку. В ближайшее время мы уже, наверное, в течение двух-трех недель выкатим уже на всеобщее обозрение. То есть, это бизнес. Зарегистрирована официальная компания в Грузии. При этом мы работаем, ну, как бы открыто и делаем продукты. Именно, как это сказать, мы не делаем ничего нового, как говорится, да? Мы берем то, что уже есть, оптимизируем, улучшаем и упаковываем действительно в качественный продукт, который в перспективе каждый из вас будет пользоваться. Ну, давайте простой пример. Все мы начали с WhatsApp и Telegram. Ой, и Viber, там, и других. Telegram был SolSol, да? А сейчас Telegram – это основной мессенджер. Мне не нужен теперь ни Instagram, ни другие. Ну, да, там TikTok, Instagram можно там для популяризации, но не более того. Основной рабочий мессенджер – это Telegram. И даже Skype с демонстрацией экрана выигрывал, пока не начались видеочаты и демонстрация экрана в Telegram. Так что Telegram в этом плане крутой инструмент. Хотя он ничего нового не изобрел. Да, он берет какие-то определенные фишки с разных мессенджеров. Да, он интегрирует криптовалюту. Он развивается. Он на текущий момент круто развивается. Но, если взять со старта, он занимался тем, что он просто взял, сделал удобный, качественный мессенджер. И именно второй, ну, как бы, вторая сфера деятельности моя – это разработка программного обеспечения. И третье, наверное, важный аспект, чем я занимаюсь – это инвестиции. Я не говорю, что H7 – это инвестиции. Инвестиции – это конкретно, когда мы покупаем какие-то объекты на земле, когда мы деньги отдаем кому-то в управление, когда мы инвестируем в какие-то перспективные токены. Это инвестиции. Простой пример для вашего понимания – это Bloom. Bloom – это поинты сейчас копим-фармим, да? Если взять из всех, ну, тапалок, которые вообще есть, это просто тренд какой-то дикий, да? У меня остался Bloom – ход от Nero. Хомяк, я уже даже не заходил. Ну, просто скучно. Вот. Bloom имеет… Bloom.io, вы можете зайти, посмотреть. Это будет потенциальная биржа в Телеграме. Если 170 миллионов сейчас на Бинансе, можете представить, что 900 миллионов, которые просто в один клик прикоснутся к децентрализованной бирже внутри Телеграма. Сейчас каждый может нажать и завести себе Телеграм, и уже у него будет холодный кошелек. Я думаю, понятно, да? То есть там потенциал большой. И именно Bloom, даже если он выйдет и залистится, и будет иметь монету, это как минимум я там зафиксирую 20-30% своих монет, а остальные все на 5-7 лет пойдут. Вот что такое инвестиции. Ну, пойдут дальше, буду смотреть и в какой-то определенный момент там X5, X10, X20 сливать и получать профиль. Это инвестиции. Подводим итог. Первое. Это непосредственно H7. Я могу отнести его больше работа. Моя работа – это H7. Второе. Бизнес. Бизнес – это конкретно то, чем мы занимаемся. Разработка программного исключения. И третье – это инвест. Я с него не получаю никаких дивидендов в текущий момент. Я их собираю, собираю, там где-то куда-то отлаживаю, где-то накапливаю. И инвест и работа очень сильно переплетаются. Потому что с инвеста я могу кидать в работу, и с работы кидать в инвест. То есть вот мой основной ключевой момент. При этом никто, ну, ребят, не думайте, что инвест приносит там 100, 200, 300 процентов в месяц. Нет, такого не бывает. Это действительно на 5, 10, 30, 40 иксов. Но конкретно то, что я получу через 5-10 лет. Ни завтра, ни послезавтра. С этим понятно. Теперь, я думаю, рассказал немножко о себе. И в завершение, как я и сказал, дам ценную информацию для вас, для понимания. Смотрите, ребят, почему идет такая сортировка немножко аудитории. Давайте, по большому счету, такую ситуацию возьмем. Человек хочет начать зарабатывать. Он приходит в интернет, он просмотрел кучу информации. Тут ему сосед, друг, зять, сказал, говорит, заходи, водка, всем, все остальное. У него же в голове только цифры. Человек, который заходит, ему говорят, надежный инструмент, без всяких там подводных камней, зарабатывает от 5 до 15 в месяц. И тут же ему жена говорит, а у меня подруга зарабатывает 40 в месяц на капитрейдинге. Чувак, там 40, тут 5. Думай. Чувак заходит в капитрейдинг, ну и сливает по их 20 в плечу. Сначала заработал со 100 долларов 700, а потом в один день слил все. Простой пример, у меня есть друг Денис, который, Ева, 3-7% просадки, супербот, 3 года стабильной работы, 15-20% в месяц. Заходи, Сережа. Я говорю, не, я не захожу там, где можно слить. Я работаю с инструментами, где мои деньги в сохранности. Два месяца, эти три месяца, с 10 тысяч поднимается на 13 тысяч и в один день просто сливается. Простой пример, 3 года. Простой пример, все слито. Простой пример, 2 месяца плюс 3 тысячи долларов. И вот это отпугивает людей, и люди уже потом говорят, ай, ну нафиг больше какие-то заниматься всякими делами, не хочу, друзья. Так вот, я в свое время, когда начинал работать с H7, да, у меня множество аудиторий, ну человек, наверное, возьмет 150, да. Это та аудитория, которая посмотрит этот ролик, которая идет за мной, которая понимает, что я делаю, и для чего я делаю, да. Из этих 150 человек работает реально человек 20. Максимум 30. Все остальные, это те люди, которые за 100 долларов купили лицензию, закинули 50 долларов, и вот на пике, допустим, цена дошла до 72, да, или 74 тысяч. Она ему закупила, и все. Все, цена вот уже торгуется 3 месяца от 64, 68, 69, а они сидят с тремя позициями на 72, 71 и 70. И думают, ну все, к концу года я заработаю 60 баксов. Не понимаю, что они 100 уже отдали за лицензию. И я всегда говорю относиться к хэштем, как к копилке. То есть вы закидываете, вы конкретно, допустим, закинули 100 баксов, цена просела для меня, это возможность. Возможность докинуться и торговаться внизу, потому что когда цена развернется и пойдет вверх, это может через месяц быть, через недельку, через 3 недели, да. Но в развороте я получу такие иксы, ну, мы уже проходили через это, и ребята видели, как там в день по полторы, по 2 тысячи было. Так их 2 или 3 ситуации уже было. Первая, когда с 42, цена упала на 38, там торговалась битка. Потом, когда мы достигли 65 тысяч, и следующий скачок 74. Ну, я думаю, график может каждый открыть. Так вот, есть люди, которые, вот простой пример, да, ну, именно про структуру. По структурированию аудитории. Есть люди, которые такие, Сережа, а вот если у меня будет кэшбэк на 30 долларов, тогда я зайду в хэш-7. А вот если у меня нету кэшбэка, тогда я не буду заходить. Я даю человеку кэшбэк 30, ну, я тогда еще на втором статусе, раздавал кэшбэки. Я ему даю кэшбэк 30 долларов, и он заходит на 2,5 тысячи. У меня вопрос, неужели надо быть ждуном ради 30 долларов, чтобы зайти на 200-500. Это раз. Во-вторых, есть аудитория, которая закинула 100 долларов, да, и такая, ну, все, сейчас у меня бабло посыпется, да. Вот. А оно не сыпется, потому что рынок всегда цикличен и динамичен. И, следовательно, когда цена падает вниз, для меня это возможность. А для некоторых это, ааа, траур, что делать, все плохо. Как мне вас жаль. Жаль мне только по одной простой причине. Если вы действительно хотите зарабатывать, то вы будете зарабатывать. Позвоните мне или там консультацию получите и будете зарабатывать. Относиться к этому как к копилке, накапливать депозит. И вот моя цель дойти до конца года 100 тысяч долларов на бирже. Можно на двух биржах по 50. Для того, чтобы зарабатывать там от 5 до 8 тысяч долларов в месяц. Реально? Конечно, реально. Но тут у меня сразу возникнет обратный ответ. Сережа, почему у тебя, ну, заработано уже 6 тысяч в хэшсеем, почему у тебя депозит не 6-8 тысяч? Потому что объясню. Как я сразу и сказал, у меня три вида доходов. Один вид доходов, который дает деньги, это хэшсеем. Второй вид доходов не дает, потому что мы еще... О, прикольно, шары пошли. Мы еще не вышли с продуктом. И я каждый месяц от 400 до 700 долларов плачу за то, чтобы у нас серваки работали. Jira, Figma, там весь софт, GitHub. Ну, то есть, все вот это. Плюс некоторые там, допустим, затраты по фрилансерам. И я могу разогнаться до тысячи, до полторы. Потом сразу же раскинуть все деньги и скинуться, допустим, зайти на 200-300 долларов, ну, опуститься. Но при этом у меня стоимость позиции всегда 10 долларов. Где-то на 30 поднимаю, да, где мне... Я понимаю, что не нужно делать никакие расходы. Деньги всегда в наличии. И я всегда ими могу распоряжаться. Как только мы выйдем с продуктом и все остальное, я конкретно все силы, ну, отдам на увеличение своего депозита на биржу. И это, чтобы было для понимания. Так вот, структурированность этих вещей, первое, что самое главное, наверное, будет, это то, что я больше, ну, не хочу работать с людьми, кому это не надо. Объясню, почему. Есть у меня такие люди, которые говорят, Сережа, настрой мне, Сережа, сделай мне. Я помогаю, я объясняю. Но в какой-то момент я говорю, тебе нужно ввести здесь двухфакторный код. Да, допустим, для перевода на бирже, либо что-то. Они говорят, у меня ничего не получается, все плохо. Я говорю, если не получается, берешь сейчас, я говорю, совет дам. Берешь, открываешь заначку, достаешь там, ну, не знаю, 10-20 долларов. Я говорю, и бегом бежишь в ритуальные услуги. Заказываешь себе венок и вперед на красные партизаны. На кладбище. И там никому ничего не надо. Вот там, да. Потому что, если ты не хочешь начинать, не хочешь разбираться, не надо зацикливаться, ребят, на мне. Я тоже смертный человек. Я не Робокоп, я не, там, Илон Маск, там, ну, или как-то, Тони Старт в костюмчике. Я простой человек. Если вы мне предлагаете, Сережа, возьми мои деньги, закинь себе и управляй ими, я их брать не буду. Не по причине того, что я, ну, плохо управляю, а по причине того, что завтра мне КамАЗом собьет, и эта ответственность будет на мне. За ваши деньги. Потому что никто их без меня не получит. Ну, как бы, по факту, я думаю, понимаете. Следовательно, друзья, если вы хотите зарабатывать, выслушайте меня, учитесь, разгоняйте свой депозит, не работайте со всяким шиткоин, как это, хауном, как я называю, да, работайте конкретно с битком, с эфиром. Я извиняюсь, у меня аж потух ноутбук. Битокс, эфир, BNB. Вот фундамент, три монеты. Хотите четвертый альткоин, берите. Тон, либо Нер, ну, неважно, вот из такого фундаментайла, чтобы, ну, действительно было понятно, что это. Если не хотите, работайте, ну, там, альты, там, допустим, да, вот эти, я говорю, Тон, Нер. Хотите чисто с фундаментом, работайте. Работайте с битком, эфиром, BNB, но стоимость позиций ставьте больше. Увеличивайте стоимость позиций. Они не летят по 40, по 50%. И я вот заметил тенденцию, те люди, которые работают с мемами, да, они 2-3 месяца хорошо зарабатывают, потом в жопе сидят месяц, пока все просело, денег нету на доливку и все. А я ему говорю, а почему не зафиксируешь немножко, там, продай минус? Он говорит, так актив просел на 70%, Серега, по ноткоину, что ты хочешь? Если бы это было на 5% фиксации, я бы зафиксировал убыток себе, заработал уже 40% и пошел бы дальше. Вот в чем проблема мемкоина. Поэтому я структурирую свою аудиторию так. Если вы хотите, действительно, вот я, ну, наверное, живая, живой пример того, как человек из небольшого городка, да, с провинции, переехал сначала в город, ну, столицу, да, Минск, потом в областной город, в Гродно, а потом взял и просто переехал жить на море. Вы думаете, вы единственный или я единственный, кто переехал сюда? Нет. Множество людей, кто хотели переехать, они бы сюда приехали и уехали. Потому что, вот, кто бы как ни говорил, тебе легко говорить, у тебя там 1000 долларов, да, там, тебе просто. А у меня даже 100 нету. Поймите, если бы я сидел в Беларуси, ну, по факту, да, то я бы, ну, 300 долларов зарабатывая, чувствовал бы себя просто как житель государства. Но, живя в другой стране, допустим, тут хата 600 баксов плюс затраты на еду, и все, это минимум 1000. Поэтому моя 1000, это ваш ноль. Вы должны это понимать. И если вы действительно хотите изменить свою жизнь без геморроя, без косяков, там, не знаю, не накидывать говна на вентилятор всякими вот таполками сидят, как умалишенные, да, ребят, из этих миллиона таполок, одна-две будут иметь фундамент. Все остальное говно просто, вы получите 3 цента и довольно, ну, вы получили, все. Но коин раздал по 100 долларов, и что? И все. Что за ним есть? Вот мне кто-то объяснит, окей, кроме аудитории, которая тапала. Но эта аудитория теперь тапает все, абсолютно все. Не понимая, что вам даже могут дать ссылку, в которой может быть зашит перусняк. Да, на айфоне вы откроете, ничего не может не произойти, потому что такое пресекается. Но на андроидах в легкую. И вы, ну, зарабатываете деньги, да, там, шарики, фонарики, 5-е, 10-е, зарабатываете их в мемах, все. Храните деньги на децентрализованном кошельке в Телеграме, все. Потом вас, бах, получают доступ в Телеграме, все ваше забирает. 3 года тапани вот этого говна, у вас кукушка поехала, все. Вы на завод и до свидания. И как многие люди говорят, Сереж, вот, ну, мне не устраивает 5-10%, хорошо. У меня, ну, в Робине, ребята, 30% заработали, после Робина пошли в, это, как называется, в терминал. В терминале все слили, и теперь говорят, Серега, лучше бы я не выводил деньги, лучше бы я остался в Робине, потому что сейчас вот, ну, скажешь, всем развитие, ты будешь выплаты делать. И я только просрал деньги. Я заработал у тебя, пошел, просрал в другое место. И так многие люди ходят. Заработали в одном месте, во втором, в третьем, в четвертой пришли, просрали. Начните зарабатывать. Вот мой основной посыл. Поэтому подводим жирный итог. Поймите, ребят, потеря в 100 долларов у вас и в 10 тысяч у другого человека, это одно и то же. Это потеря. Просто у вас меньше затрат, у кого-то больше затрат. Это первое. Второе. Мы переходим к структурированию всей информации. То есть, есть канал, там есть все. Смотрите, задавайте вопросы. Там можно и видеочаты провести, и все остальное. Все это будет. И конкурсы я буду проводить для своей аудитории, которая хочет работать. Не который мне звонит, и Сережа говорит, слушай, у тебя не будет там 3, 5, 6 партнеров мне подкинуть в хэш-семь? Вообще жопа. А тот человек, который говорит, Сережа, дай мне совет, какой ты практически, где взять аудиторию? За регов двух людей он получает сразу 100 баксов. Ну, там, по большому счету, на втором, на первом, там, двух людей 60 долларов. И все. Он не ждет 6 человек под низ, или двух людей. Он сам это делает. И если есть возможность, я всегда подкину. Но если нету, друзья, ну извините. Ну, тут срать и мазать, как говорится. Поэтому те люди, которые хотят работать. Третье. Человек не готов работать ни с теми людьми, кто закинул там 100 долларов, лицензию платил, зашел на 20 баксов, сидит полгода. Сиди дальше. Лицензия закончится, ты скажешь продукт говно и уйдешь. И здорово. Потому что если ты уйдешь, да, из этого продукта, то за счет компрессии вся структура поднимется, очистится от вот этого всего ненужного хлама. И действительно, кто хочет зарабатывать, будет это делать. Если вы пришли 20 долларов закинуть и ждете, пока сверху там какие-то партнеры вам упадут, да, или вы ждете, что завтра случится чудо и биток полетит на 90 тысяч, да мне наоборот плевать на то, что он полетит на 90 и на 100 тысяч. Мне главное, чтобы он ходил по флете. Вот так вот. Падение – это возможности. А рост – это накал, после чего обязательно происходит падение. Это перегрев рынка. Вы должны это понимать. Так вот. С такими людьми, которые готовы сегодня, зная 3 года потратить своей жизни, 3, не 30 на пенсию за 200 долларов выйди и там, сейчас найду путешествовать, а потом приезжайте, вот как у меня друзья есть, да, которые говорят, Серега, ну как там в Грузии? Я говорю, ну 600 тысяч долларов квартиры. Ты чё, они охренели? Я вон езжу в Польшу, там натягиваю потолки, там натягиваю шлюх там или кого-то, не знаю, да, и там тоже берут тысячу, ну я там 2 500 евро получаю. Друг, ты чё ты туда ездишь? Езди вообще в Таиланд, ой, в этот, в Вьетнам, там за доллар, за полтора можно покушать, а в Вьетнам не хочу, там немножко грязновато, да, а в Европу хочу, там девочки покультурные. Ну, это полная чушь. У чувака нету понимания, да, что если он в Беларуси работает за тысячу, да, если он едет за 2 500 куда-то, то у него и расходы вырастут. Ну, вот такие вот люди немножко, ну, как это сказать, вот там нас обдирают, я говорю, кому ты нахрен здесь нужен? Вот если вот ты вот живешь по принципу, я пришел на завод, я крутой, короче, я все умею, так ты на своем заводе, вон МАЗы работают. Ну, то есть эта позиция должна искорениться из общения, вот я стараюсь прекращать с такими людьми общаться, не по причине того, что они плохие люди, а по причине того, что они сами не знают, чего они хотят. Они хотят сегодня быстро и сразу много денег? Ну, блин, какие вопросы? Просто идешь в военкомат сразу на СВО и получай там 3-5 косарей каждый месяц. Ну, не так, что вернешься живым, но это уже второй вопрос. Хочешь больших денег, вон, да вообще сейчас просто пошел, ограбил кого-нибудь, сразу же в тюрьму, с тюрьмы на фронт. Все, вперед! Но если у тебя есть мозги и понимание человека, который действительно хочет чего-то достичь, то, пожалуйста, тогда вот эту вот всю свою браваду убираем, слушаем, начинаем зарабатывать. Не экономлю каждый день по 2-3 чашки кофе, экономлю и по 6 долларов закидываю. Если вы будете себя в чем-то, как это, ограничивать, да, я не говорю, что завтра бежайте в кредит покупать телик, да, я говорю о том, что если вы в чем-то себя будете ограничивать, вы не получать будете дозу этого эндорфина, вознаграждение себя. Я всегда говорю, заработали тысячу за месяц, 200 сходите, пропейте, купите себе, я не знаю, вина, там, закажите себе вкусную-вкусную, там, еды, суши, пиццы, что угодно, да, и потратите этих 200 долларов на себя. Вот, что вам нужно. И если вы действительно хотите правильно развиваться, действительно общаться со мной и понимать того, что есть какие-то вещи фундаментальные, что денег сегодня миллион у вас не будет, но если у вас будет 10 человек, у которых есть деньги, они в вашем окружении есть, и вы им действительно донесете то, что вот есть то-то, есть инструмент, есть вот это. И если вы не можете им донести, значит, у вас нет той репутационной составляющей, на которую человек вас обратит внимание. У меня есть ребята, хорошие ребята, которые действительно продвигали действительно хорошие, качественные продукты, но в какой-то момент обосрались и начали, говорит, я вот лично вот у этого человека, наверное, вижу 15 тапалок. И для меня он просто сейчас тапаловод. Вот, вот простой пример. Я с ним, если даже он мне завтра какое-то луковно предложит, я не пойду. А пойду действительно за ребятами, такие как вот Антон Кобелев, да, как Андрюха Кошин. То есть множество есть ребят, там, Денис Калашников, да. Не вот эта вся шушера, а действительно рассмотрю от толковых людей. И к этому я всех призываю. Ребят, я объяснил свою позицию. Я объяснил, как это выглядит с вашей стороны. Я постарался сегодня без подготовки, но действительно в доступном и понятном формате объяснить. Два-три года в вашей жизни могут вам позволить зарабатывать в месяц от 5 до 10 тысяч долларов и зарабатывать стабильно, без геморроя, что завтра все закроется, без 40-50 процентов в месяц. А даже если хотите, то выделите часть депозита и будете зарабатывать такую сумму. Но уже понимая, как работает. Я говорю пока только за инструмент Кошин. В ближайшее время мы выкатим свое программное обеспечение. Да, это будет круто. Да, оно позволяет очень многим людям путешествовать по всему миру бесплатно. Именно путешествовать. То есть уже зарабатывая хорошие деньги, да, и находясь, к примеру, ну, работая с нашим приложением, да, ну, то есть с нашим продуктом, вы не будете париться, что вам нужно где-то снять квартиру. Квартиру, отель не важно. Ну, то есть вы будете спокойно путешествовать. И, конечно, ребят, самое главное, да, никогда не опускайте руки. Кто-то мне говорит, я рассказал, там, 10, 20, 50 людям, да, ну, про H7, там, про другие инструменты. Я не говорю, что H7 это единственное. Я говорю, что это один из единственных надежных инструментов. И меня многие люди перешли и с Velis, и с Royal Q, и от этих аквалайзеров отказались. Да, ну, то есть есть множество нюансов. Но, знаете, мы сами строим свою историю. На меня люди иногда смотрят и говорят, Сережа, вот ты красиво чешешь, да? Ребят, кто меня знает, ну, как бы оно ни было, чешу я красиво или не чешу. Вы находитесь на заводе, у вас нет денег на переезд, у вас нету ничего, кроме 50 долларов, которые вы можете одолжить у друга, либо у мамы. Ну, и вы будете говорить другим людям, да, которых вы знаете с детства, которые чем-то занимаются, что-то делают, кто-то говорит, что ты там сидишь как клоун, да? Ну, пусть так. Два-три года я себе поставил цель, и я выйду на энный доход, и эти видео прекратятся. В моем окружении будет человек 20-30, с которым мы будем путешествовать, встречаться на других городах, в других мирах. А истории, которые пишете вы, я могу привести большой пример, ну, Антоха позвонил мне одолжить 100 долларов. По итогу он сам уже закрыл второй статус. И он, начиная от одолжить 100 долларов, да, он сейчас там перекрытие идет, где-то на кредитную карту живет, увеличивает актив. У него уже на текущий момент 4 или 5 тысяч долларов актив. И он говорит, я проживу, не куплю себе там кофе, чего-то еще там. Я, у меня есть работа, потихоньку, говорит, выживаем, терпим все. Говорит, я знаю, что год-два, и я все полностью вот это вот изменю. Хочу уволиться, хочу, да, он там работает, юристом, но это уже отдельная история. Я говорю за то, что истории клепаются, ну, каждый день. Антон, ну, Андрюха, Кошин, да, в чем минус его? Да ни в чем. Человек сказал, я не умею приглашать. У меня есть аудитория, но не умеют. Третий статус. В чем прикол? А третий статус это 100 человек. Я думаю, понимаете. И вот так вот, вот этим куются истории. Я говорю сейчас за свою команду, а у меня есть еще разные ветки, Дэн Инвест, ну, Саша, там, ну, множество людей, которые действительно творят историю. С этими людьми понятными и интересными, интересно идти вперед. Всем желаю мира, добра, понимания того, что вы делаете. И если я вам нечаянно не звоню, либо что-то, да, или у вас не возникает вопросов, не стесняйтесь позвонить мне. узнать, уточнить, как-то продумать свою стратегию, может, что-то я подскажу из своего жизненного опыта, то я никогда не буду подсказывать, ну, и помогать людям, уже, наверное, для себя точно решил, которые на 100 долларов зашли, а потом звонят мне и говорят, а у меня все не работает, заплыхал, заплыхал. Если у тебя все плохо, значит, в твоей жизни все плохо. Сначала посмотри на свою жизнь, а потом начинай это все выливать на других людей. Я люблю негатив, люблю и позитив, и позитив я люблю намного больше. Поэтому, друзья, если вы хотите зарабатывать, зарабатывайте. Если вы досмотрели до этого момента видео, значит, вам не безразлично то, о чем я говорю. А если вы на 15 минут вырубили, сказали, какое-то чесало здесь объявился, удачи. Скоро увидимся. Но только кто где будет, это вопрос времени. С вами был Сергей. До скорых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok